Добрый день, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале! Давно мы с вами не готовили тортики. У меня приближается праздник, и сегодня я буду готовить торт. Я буду делать торт на бостонском бисквите. Также пропитаю его апельсиновым соком, сделаю карамельный крем, сделаю начинку, украшу. В общем, всем, кому это интересно, оставайтесь до конца видео, и давайте приготовим его вместе с вами. Я уже подготовила форму для бисквита. Форма у меня 28 см. Я нарастила бортики, потому что бисквит поднимется, и выстрелила пергаментной бумагой. Для начала я натру цитру одного апельсина. Снимаем только желтую часть, потому что белая часть горчит. Дальше разрезаем апельсин пополам, и выдавливаем из него сок. Вытаскиваем все косточки. У меня апельсин очень сочный, мне повезло. И переливаем. Что я буду использовать для бисквита? Здесь у меня мука и разрыхлитель. Яйца, сахар, растительное масло, апельсиновый сок. Здесь у меня 2 чайные ложки, а этот апельсиновый сок нам понадобится чуть попозже. Апельсиновую цедру и щепотку соли. Общее количество ингредиентов будет указано, как всегда, в описании под видео. Сейчас я буду взбивать яйца до пышной пены. Добавлю сюда щепотку соли и отправляю в миксер. Вообще надо белки и желтки взбивать отдельно. Но у меня миксер мощный, я буду все взбивать вместе. Буду взбивать яйца на большой скорости. Когда немножко они станут попышнее, постепенно буду добавлять сахар. Взбивать яйца на большой скорости. И теперь я сюда добавлю И буду понемножку перемешивать Я все буду делать в комбайне Сейчас, конечно, надо все руками делать Лопаткой аккуратно перемешивать Но я буду на маленькой скорости делать все, ребята, в комбайне И когда муку добавлять, и цедру, и сок Все это я буду делать в комбайне на маленькой скорости сейчас Включаю маленькую скорость Вы, конечно, это можете все делать руками Да, уже вручную перемешивать лопаткой И сейчас я добавляю апельсиновый сок Здесь у меня 2 чайные ложечки Потихонечку так вот все добавляю Также добавлю растительное масло Чуть-чуть посильнее сделаю немножечко так Сейчас добавлю цедру И сейчас буду добавлять муку Все, мука соединилась И выключаем И вот у нас получилось вот такое тесто на бисквит Сейчас перекладываем в форму Отправляем уже в разогретую духовку до 180 градусов Примерно на 40 минут Потом духовку выключаем И еще 10 минут держим в духовке выключенной этот бисквит Немножко бисквита так вот стряхиваем чуть-чуть Чтобы форму ему ровную придать И отправляем в духовку Ставлю на средний уровень Вверх-вниз Как я сказала, 180 градусов Первые 20 минут духовку вообще не открывайте Прошло 20 минут И посмотрите, как бисквит поднялся Я проверила бисквит Он уже готов И я выключаю духовку Все Теперь 10 минут Жду выключенной духовки Потом буду доставать Бисквит Бисквит постоял 10 минут при выключенной духовке Сейчас я его достала И теперь полчаса он у меня еще постоит в форме Потом мы его достанем из формы Прошло полчаса Сейчас достаю из формы бисквит А вот ну что друзья наш бисквит готов сейчас его до конца остужу потом заверну пищевую пленку и поставлю его холодильник до завтра пускай он настоится ну а завтра я буду собирать торт ну и сейчас бисквит я заверну в пищевую пленку и до завтра оставлю его в холодильнике пускай он настаивается и вот тогда будет легче разрезать и не так будет крошиться когда будем резать его прошли сутки друзья я достала бисквит из холодильника он такой уже хороший настоял сейчас легко будет его резать разрежем его с вами на три части и будем собирать торт посмотрите какой бисквит ребята просто красавец вот Ну, вот такая, ребята, красота у нас. Сейчас сделаем крем. Крем я буду делать на масле и вареной сгущенке. Здесь у меня 400 грамм сгущенки и 200 грамм сливочного масла. Сгущенка и сливочное масло должно быть комнатной температуры. Я вчера с вечера выложила, и вот до сегодняшнего дня у меня лежала при комнатной температуре. Сейчас я буду взбивать сгущенку и постепенно добавлять сливочное масло. Вот такой прям получился у нас. Он очень вкусный. Сюда можно добавить при желании орешки, если вы хотите. Я не буду добавлять. Я взяла тарелку, на которой буду собирать торт. Немножко смажу здесь кремом, чтобы корж нижний не скользил. И кладем сюда корж. Помните, у нас остался сок, посмотрите, апельсиновый. И сейчас я этим апельсиновым соком пропитаю наш корж. И выкладываем сейчас сюда крем. Дальше торт я буду собирать в кольце. Дальше я опять буду взбивать сливки прямо вот в этой чаше, где я взбивала крем до этого. Сахар я не добавляю. Когда сливки взбились наполовину, я добавляю такой стабилизатор для сливок. Высыпаю и продолжаю дальше взбивать. Сливки взбились в такую густую массу. И сейчас я достану здесь персики, нарежу кубиками и добавлю вот сюда вот в крем. Количество персиков вы можете добавлять на свое усмотрение. Я просто вам покажу, что персики, а вы там количество сами решайте. Здесь у меня три половинки, это значит полтора персика, если брать целых. И выкладываю сюда. Сейчас перемешаю, посмотрю, хватает или не хватает. И тогда будем продолжать собирать. Вроде как хватает. Нет, ребята, я решила еще добавить две половинки. Это получается тогда таких пять половинок у меня. Я хочу, чтобы много было персика. И теперь выкладываю сюда, вот сверху это. Разровняла. Сейчас сверху кладу следующий корж. И корж я уже пропитала апельсиновым соком. Видите, у меня уже он пропитанный, да? Каждый корж пропитывается апельсиновым соком. И сейчас будем делать следующий крем. Для следующего крема мне понадобится одна банка вареной сгущенки, сливки 400 миллилитров и также два пакетика стабилизатора для сливок. Опять же в эту же миску вливаю сливки и взбиваю их до густоты. Потом добавлю два пакетика стабилизатора, а потом потихоньку буду вводить в сгущенку вареную. Сливки сбились вот до такой густоты. Густые, но не сильно. Сейчас сюда всыпаю два пакетика стабилизатора. И продолжаю взбивать до стойких пиков. Теперь добавляю постепенно сгущенку и продолжаю взбивать тоже. Ну вот, у нас получился вот такой хороший крем. И посмотрите, тут такие вот еще как бы вареная сгущенка, есть такие маленькие как бы комочки, но я не стала их разбивать до конца. Мне даже нравится, когда в креме будут чувствоваться маленькие комочки сгущенки. Это будет очень вкусно. Можно разбить до конца, но я не стала этого делать. Вот такой вот крем. Сейчас будем продолжать собирать дальше. Сюда также можно добавить еще и орешки, если хотите. Выкладываем сверху крем на корж, пропитанный апельсиновым соком. Вы помните, да, что я пропитала? Хочу вам показать поближе. Видите, друзья, да, в креме маленькие кусочки сгущенки. Это вместо орешков, можно сказать. Это прикольно, это очень вкусно будет. Я взяла следующий корж, также пропитала его апельсиновым соком и кладу его сюда сверху. Вот этот верх при желании, ребята, да, вот это можно обрезать. Ну, как бы я обрезать не стала, потому что здесь со мной буду украшать, и этого ничего видно не будет, поэтому я не стала украшать, это срезать все. Но при желании можно обрезать. И теперь вот тут у меня я оставила специально немножечко крема, где вы видите, и буквально тонким слоем размажу. Сейчас я буду украшать торт. У меня вот есть такое сгущенное молоко с какао, это как бы уже готовый крем, и сливочное масло. Сейчас я все это соединю, все это комнатной температуры. Ну вот, получился такой крем. И сейчас мы им обмажем торт. Продолжение следует... Сейчас в микроволновке растоплю этот белый шоколад и буду дальше украшать. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дорогие друзья, вот такой торт получился. Размеры его 28 на 10 сантиметров. Вес больше, чем 3 килограмма, точно не скажу. Даже, наверное, может быть и 4 килограмма. Просто я не взвесила эту тарелку, она сама по себе тяжелая. Поэтому мне трудно сказать, сколько он примерно весит. И вот так вот я его украсила. Камера не придает все это золото, но смотрится неплохо вживую. Так как этот торт у меня для гостей, в разрезе вы его увидите в конце видео. Я постараюсь не забыть сфотографировать и снять на видео его разрез. Ну вот, дорогие друзья, вот такой торт у нас получился. Как он выглядит в разрезе, вы увидите в конце видео. Потому что этот торт сделан для гостей. И давайте, как всегда, по традиции, теперь все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я с вами прощаюсь. И с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания. Ну что, дорогие друзья, вот такой торт у нас получился. И, конечно же, получится у вас, если вы захотите его приготовить. Друзья, небольшая такая вставочка. Хочу вам показать вот торт-бисквит. Он просто воздушный получился. Крем все в меру. Я пропитала апельсиновым соком бисквит. И получилось классно. Вот прямо беру такой бисквит. А он просто воздушный-воздушный. Посмотрите. Ну, тортик гостям понравился. Сказали, что вкусный. Ну, даже если бы не вкусный, они все равно сказали бы, что вкусный. Они же не захотят меня обидеть. Ну, нормальный торт. Как по мне, немножко сладковатый. Но вообще, торты должны быть такие. Но я люблю менее такие сладкие тортики. Ну, в общем, вот такой тортик в разрезе. И такой вот на вкус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok